И в очередной раз мы начинаем первую игру. Сейчас узнаем, насколько Viper читерит карта. Опять у него есть бэк, но на этот раз можно заметить, что без ресурсов. Напомню, что в цивилизации игроки менять уже не имеют права, то есть Опа должна играть византийцами, как и в первой игре, в которой был Z3 Start. На этот раз у Старка, смотрите, великолепная карта. Просто все ресурсы, которые должны являться ничейными. 2 доп. золота по 3 тайла, 1 камень, но 4 тайла находятся у Старка. Ну и кто теперь читерит карта? Кстати, до этого у меня был включен режим из 3 цветов. Сейчас я вырубил разноцветный режим, и можете заметить, Старк играет моим любимым цветом, что лишний раз помогает мне болеть за него, потому что Viper все-таки объективно сильнее, но мы хотим увидеть больше игр, поэтому я буду болеть за Старка, скорее всего. Хотя, конечно, хочу, чтобы выиграл Viper. Довольно забавно. Так. Вперед Старкушка, да? Да, у Viper на бэке только кривые заборы, которые нужно как можно быстрее делитить. Хотя, есть еще один плюс в его бэке, это дополнительные кусты при Буме и при других стратах. Довольно часто оленщики любят их использовать. Довольно приятно использовать, скажем так. Хорошим камбиде они могут дать. Четыре оленя у Viper, у Старка, в свою очередь, три оленя, вроде. Это олень валяется? Давайте чекнем. Нет, это овечка валяется. Так что у Старка на одного оленя больше, но, в принципе, подогнать их, я бы сказал, немножко проще, чем у Viper. Таня. Вайперчонка. Пусть она ответит. Да, у Viper на бэке кусты это огромный просто бонус. Теперь Бум от Viper будет в три раза мощнее. Так, пауза. Не дай бог Viper берет рестарт. Он же еще не чекнул, а вдруг здесь два голба. Нельзя брать рестарт. Надеюсь, это просто пауза. Так, что можно сказать еще по картам игроков? У Старка, конечно, на бэке есть все необходимое. Не так страшно, что это золото на форварде. Учитывая, что основные два ресурса, и золото, и камень, и его находятся на бэке, это невероятно круто. Невероятно круто против всяких пушей. А мне кажется, Viper задумал именно пуш, тем более с такой картой. У него, кстати, вообще на бэке нет ресурсов. У него все форвард. Камень, золото, камень. Так, чейсик мы еще не видим, но игра продолжается. Это не рестарт от Viper. Ой, у Старка какое-то... Блин, на мой взгляд, странное решение. Сейчас Айдл, минус Крест, и Ре брать уже поздно. Ох, как плохо это все. Очень большой Айдл сейчас у Старка был минус Крест. Это очень деморализует, на самом деле, особенно в начале игры. Да все должно быть как бы идеально. Здесь домик с всеми крестами. Потери креста на Кабане. И огромная Эбопатце тоже где-то на Креста. Давайте посмотрим популяцию. 50% уже на 2. В общем, полтора минуты. Ой, нет, полтора креста. Отрыв Viper это уже более чем много. Он говорит более общительный был, чем Viper. Кстати, Надя говорила, по-моему, нечто похожее. Хотя я могу ошибаться. Прикинь, как там мем парит на своем стриме. Да, это, конечно, можно представить. Вот и в пакин-нуп. Так, и здесь Viper тоже сейчас чуть не потерял креста на Кабане. А не помогает ли у них там с часом? Это ведь и такое может быть. Все-таки Бразилия, Матвегия. Скотсу не песни поедет? Да, он вообще не видел этого дела. Потом смотрят здесь все еще за трупик. Так. Старк подгоняет оленей. Все вполне закономерно. 4 на ягодах, 4 на лесе. Пилды пока вполне идентичны. Здесь вторая лесопилка от Viper. По-моему, рановато. У меня обычно только вот этот вот крест строит эту лесопилку. А у Viper уже здесь 2 креста. Интересно, уже какое-то отличие от, на мой взгляд, стандарта. Старк фермочка. У Viper две фермы. Или лесопилку же скидываю. По-моему, как-то немножко читерски у него с песом все получилось. Но, да ладно. Наверное, это вполне необычно. Просто я что-то выдумываю уже. Вот так. Так. Оленя, кстати, смотрите, как Старк и остолень сейчас будет возвращаться назад. И кресты как раз поймают его выстрелом, когда он будет под подсет. Да, довольно классный мув. Так. Вот мне интересно, как Viper будет разруливать эту карту. Потому что карта-то... Карта-то все-таки плохая у него. Viper типа 26 плюс 2 мучит. Интересно. Давайте смотреть, что будет. На колд он еще не добавляет. Три креста в заказе, хотя он в любой момент может отменить. Шесть на кустах. Вот это вот совсем то, что не то, как я люблю. Винч так не учил. 25-й крест выходит на дерево, а не на колд. Вот теперь на голд Viper будет апаться с популяцией 27. Можете быть уверены. Вот Старк, в свою очередь, будет апаться с популяцией 25. Но по таймингу это будет почти так же, как популяция 27. А все из-за чего? Из-за того, что кто-то не доглядел в темной эпохе. И Старк нажимает ап несколькими секундами раньше, чем Viper, который, можете быть уверены, сейчас нажмет ап. Крест, кстати, здесь плохо работает. Viper надо законтролить. Viper надо законтролить. Viper не хочет контролить этого креста. Он контролит крестов на золоте. Нажимал ап. Сейчас расконтролил крестов на кустах. Здесь. Теперь приманивает оленя. 9 секунд. 2 креста. Огромное опережение Viper. Старк играет в одну лесопилку. Снимает еще и крестов на кустах. Тоже будет 6 виллов. Хотя Viper, кстати, проверил. Немножечко изменил свое мнение. Оставил там 4 креста. Ну, 5. Один из которых ушел строить домик. И спокойно кушает остальными оленей. 8 на лесе. Здесь креста поправил. Хотя не на то и дерево, на мой взгляд. Но, тем не менее. У Viper все, кстати, достаточно четко. Мне нравится, как он начинает. Добавляет третьего креста на золото. Это говорит 100% о том, что будет какая-то агрессия. С монками, с анаграми и с чем-то таким. Так. Это очень интересно. Старк капается как будто с популяцией 26 вроде как. Возможно, даже это тянет на идеальный поп 27. Но с лагами на идеальное особо рассчитывать не приходится. Скорее всего, у Старка получится. Но он стопом апнется без Айдла в следующую попу. Но у него одна лесопилка. Хотя леса, кстати, много стоит заметить. Работает на ней всего 2 креста сейчас. Тоже третий на голд. Четвертый пойдет на голд у Viper. Viper добавил еще крестов на голд. Лишний крест вайпер. Viper решает сделать лишнего креста. Очень интересно. Может, его билд зависит от того, что делает оппонент. Скажем, апается ли он под монкраш очень рано или нет. В итоге Viper делает 27 плюс 3. Это не самое выгодное. Намного выгоднее сделать 28 плюс 2. С такой же популяцией белого. Он еще и колокольчик прожал. Кстати, есть там дополнительные кусты. Смотрите, тремя крестами. Показать развертку каждого. Да, кстати, ничего не говорил я про релики. Сейчас посмотрим. Viper выигрывает здесь скаутом. Еще немножко неудачно для Старка. Что видит Viper? Он видит, что 3 релика немножко ближе к Viper. Ой, к Старку. Раз, два, три. Но между тем, они все все-таки один, кстати, около его базы. Но вместе с этим они все находятся посередине. Кто будет контролировать карту, тот их, скорее всего, и соберет. Разведка у Viper вполне себе очень даже клевая. Он разведал все, что необходимо. Но здесь, опять же, он не разведал пэк. А вдруг там то же самое, что у Старка. Давайте посмотрим, что видит Старк. Старк, в свою очередь, как раз-таки видит все свои дополнительные бэк-ресурсы. Все свои дополнительные бэк-ресурсы. Идет к кристалле на форвард. Ну, как на форвард. Будет ставить какие-то здания. Кстати, что интересно, у Старка, если его будут пушить, можно будет очень клево задефаться вот в этом вот узком перешейке. Ну, в достаточно узком, в сравнении с, скажем, вот этим вот местом, да. И здесь крест то ли промазал. А, нет, 5 хп был у скаута. 3 хп нанес крест. Еще 2 осталось. 2 монастыря уже ставятся. Viper, скорее всего, должен был их видеть. Нет, Viper. Viper как раз не видел эти монастыри. Отличные монастыри от Старка. Вот этот вот крест, возможно, именно в его строении будет палить Viper. Не будет знать, что 2 монастыря. В свою очередь он делает университеты монастыр. Уже видели, мы похожую игру от Viper. Это был фастинг против Жоана с выходом пушки плюс монки. Возможно, нечто похожее будет сейчас делать он здесь. Старк, смотрите, типа заволил креста. На самом деле-то, вот это дерево не только Старк может отменить, но и Viper. То есть, если его скауты сейчас отхилить монком, и потом отменить вот это дерево любым крестом, который расположен даже здесь, то можно было забрать эту крестьянку даже с лумом. То есть, как бы вот этот вот мув с закрыванием. Либо закрывать все 3 тайла, либо не закрывать ни одного. То есть, немножечко неудачно, на мой взгляд. Viper красавчик. Да, мне очень нравится устрата. Он придумывает, что это новое полностью за него в этом плане. Посмотрим, как исполнит. Да, зря он сливался в Као Лакилзом. Так, разведку, в принципе, показал. Не знаю, вообще, как лучше стримить. А вот так вот. Короче, с туманом войны или без? Мне, конечно, проще с туманом, потому что видно то, что видит, и можно как-то предполагать. Но были комменты, что лучше стримить без него. В общем, напишитесь, кому как лучше. Старк добывает двумя крестами камушек. И тот, и другой игрок, кстати, продали камень. И при этом они берут визу. Я вот этого вот никак не могу понять. Неужели только из-за импа? В то же время, кстати, есть аппус Старка на перевербовку монков. Судя по всему, нет. Зацените фастинг вайпера 20-0-0. Это фантастический апптаж за Византией. Кстати, есть, похоже, у Старка уже апгрейд на перевербовку монахов. Но в импах вайпер, конечно, в разы будет более выгоднее размениваться своими монками. Но другое дело, что он сейчас может потерять золото. Старка, наверное, конечно, не пойдет в такую атаку, но... Больше без тумана, мы с туманом, но... Вайпер да, Фи. Я буду с туманом тогда, и надеюсь, никому это не критично, потому что мне намного удобнее так, и аналитику, и остальное. 20-0-0, великолепный апп. Сразу делается блок-принтинг. Это, насколько я знаю, плюс 3 дальности. Нужно, кстати, найти только замки. Да, все так, я думаю, аппались раньше. Ни одного обложка всю игру, я тоже на это очень надеюсь. 4 замковых монастыря против 2-х имповских. Да, очень интересно посмотреть, и здесь ставится осадка. Вот, конечно, университет, осадка в купе. Довольно большая лишняя трата ресов. Здесь важно делить нить скаута, но нет, скаут проигрывает. Ну, довольно рано умирает. И здесь монки вербуют явно не с плюс 3. Вайперу подождаться, наверное, все-таки апгрейд, но он отлично вербует. Может быть здесь есть доли везения, но, кстати, вот этот скаут, он очень неприятно будет бить. Мы хотим перевербовываться обратно вайпером. Добивает второго раненого монка, добьет. Да, добьет. Скаут при этом не вербуется. У монков пока больше. У Старка. Но, насколько я знаю, вайпер только что... Да, нефиг микро против вайпера, я тоже так считаю. Зачем выходить в страту, которая полностью зависит от микро против вайпера. Так, что мы можем заметить? Вайпер вроде сделал апгрейд, который... С помощью которого монки восстанавливаются быстрее. Да, смотрите, как мана бежит. Просто бежит. Да, теперь монки у вайпера восстанавливаются намного быстрее. Он будет раньше реконвертить монков. И в итоге вайпер обязан здесь выигрывать. По счету он опережает своего оппонента на 500. Уже сейчас будет химия. Довольно достаточно у него уже ресурсов на то, чтобы лепить пушки. Хотя их пока лепить опасно. Монахи очень легко могут конвертить с дальности. Напомню, что монахи могут конвертить из осадок только анагры и пушки с расстояния. Тараны и древа они не могут так конвертить. Ну и тут Старкда сольет. Вот он потерял всех монахов у вайпера. Огромная пачка Старка своих монахов. Кстати, вот интересно. Апгрейд на восстановление монахов. Он действует на перевербованных монахов или нет? Вот плюс 3 мы можем заметить на перевербованных монахов не действует. То есть вот у этого монаха, например, дальность 9. Он явно перевербован вайпером от Старка. Вот интересно. Скорость восстановления действует. Тем не менее, вайпер апает Редемпшн. Боится. Вот чего он может маяться. Вот для чего он апает Редемпшн. Чтобы перевербовать пару домиков? Или для чего? Вот в монастыри все равно вербовать нельзя. Понятно, сейчас пойдет вторая осадка. Ушки идут. Мой взгляд здесь намного выгоднее. Была бы какая-нибудь гересь. Кстати, а что делает Старкда в свою очередь? Он копит огромное количество скаутов. Играет. Продолжает играть в один таунг-центр. Вот этот заряд дает этого монаха. Сейчас он может разведать. Очень клево. Да, ну вот этим вот сразу бежит. Конвертить его обратно. Но с дальности 9 монг с плюс 3 будет доставать. Есть вероятность потерять еще и этого монка. Да, надо доделетить его. Обязательно доделетить Старк. Нет, он его пытался спасти. В итоге 100 маны. Ну-ка, вайпер видит? Видит вайпер? Я думаю, видит. Да, видит он, что здесь конюшня. Должен сейчас, если нет, сделать апгрейд, что из толпы. Из всей толпы умирает. Ну, точнее, не умирает, а теряет ману только один монг, если дербовали вместе. Так. А у Старка, смотрите, в монастырях еще огромный. Количество монков. Он очень серьезно сейчас вкладывается в армию. Уже 7. Давайте посмотрим количество скаутов. 14 скаутов. Если их над ним, ДЛК, то есть вероятность разобрать это все. Еще и под монками. Зелан редемпшн. Сможет сразу перевербовать пушки, которые, поверьте мне, очень дорогие. Тем более, для игрока, делающего фаст-темп. Четко обновляет лесопилки. Вайпер, что здесь, что здесь. Так, хорошая эка. Кстати, кстати. Такой роняп мог получиться. Так, смотрим экшн. Такой роняп мог получиться, в частности, благодаря кустам на бэке. А теперь смотрите, как классно делает Старк. Из-за того, что Вайпер поленился забрать эти бэк-монастыри. Старк высаживает монахов и игрополует пушки. Это существенно тормозит пушь Вайпера. Смотрите, по счету отрыв всего 600. Ну что, сможет доказать Старк, что пуш Вайпера недостаточно хорош? Надо скаутов штук 30 и пик десяток. Вайпер размикрит. Ну давайте смотреть. Я тоже, конечно, думаю, что Вайпер вполне может себе это размикрить. Тем более византийскими монахами. Понятно, что это не ацтекские, но тем не менее византийские. Византийских монахов больше скорость лечения. Здесь, смотрите, просто отрезает нон-стоп. И здесь начинается экшн, монки, скауты, все вместе. Не знаю здесь насколько... Насколько классно контролировал Вайпер. Но вот монахи, да? Мне кажется, монахи изначально вербовали... Монахи изначально вербовали монков, да? И перевербовано скауты. Их нечем вербовать. Ну, Старк, смотрите, Старк разбирает все. Просто разбирает Вайпера. Отличная игра от Старка. Просто убивает все. Давайте смотреть популяцию. По крестам Старк впереди на 5 виллов. Сразу ставит 2 ТЦ, экономику, он отбился. У него все замечательно. Что будет делать Вайпер? Так, давайте включать такой вот режим. Тоже сразу ставит экономику. Понимает, что его пуш провалился с пушками. Очень здорово Старк, конечно, проводит эту игру после своих фейлов. Вначале еще пушка есть. Вот это очень классный мур. Смотрите, сохранил пушку. Это может не зарешать, но очень сильно помочь. Хотя бы потому, что здесь можно очень просто отбить гол к Вайперу, в частности, этой пушкой. Главное сейчас про нее не забыть Старку. Кстати, заметьте, он не аппл ЛК, а вот мне кажется, было бы очень клевым мувом сначала напасть скаутами и подгадать все именно так, чтобы ЛК аппнулись к моменту после перевербовки Вайпера. Так, это было бы вообще очень клево. Так, спринт немножко нуджет. Не знаю, что немножко стримлю. Так, давайте вернемся. Куча крестов выходит у Старкана форварда. Для чего, ребята, для чего? А, замок. Только что мы смотрели. Я точно смотрел, не было у него камня. Ставит он агрессивный замок, но почему не ближе? Неужели боится так кушать? Неужели так боится пушек? У Вайпера, кстати, осталось очень мало монков. Про пушку он не забыл. Надо быстрее сейчас изо всех сил пробивать вот это вот. Пробивать вот тут вот дырку, забегать скаутами и просто делать фаталити Вайпера, у которого больше нету золота. Здесь отлично ставят. Смотрите, как Старк играет наблюдательными вышками. Здесь они все время стояли. Здесь собирает релик. Отличный мап-контроль. Замок, соответственно, будет вычиниваться таким количеством крестов. Мне кажется, многовато все-таки Старк снял пилов. Вайпера 2 ТЦ, 3 ТЦ. Популяция довольно маленькая. На 30 меньше, в общем, на 6 меньше по крестам. Так, интересно. А, Старк не будет подходить к пушке, да, но здесь уже есть револт. Хотя, кстати... Да, 2 Телла Голга, тут все уже. Ну, посмотрим. Вайпера, если поставить Эко, может вполне себе играть и мясо, хотя мы все знаем, что это так себе идея. По крестам... Кстати, по счету они идут довольно плотненько. По крестам вот сейчас обходит, конечно, Старк. Апает он ЛК. Вот, мне кажется, сейчас Старку очень клево бы помогла бы Герри, чтобы быть уверенным, что монки уже не нанесут дамага. Но, с другой стороны, Старк также прекрасно понимает, что монахов много быть у Вайпера не должно, и он должен довольно удачно забежать к нему и вырезать все. Вот это золото еще бы классно было бы законтролить наблюдательной вышкой. Здесь непонятно, куда немножко Вайпер бежит. У Вайпера стреляет две пушки, третий не заказывается. Бережет он, конечно, золото. Ставит два барака, два стрельбища, будет выходить в мясо. Да, делается стрела. Не хватит Вайперу ресурсов, не хватит. Здесь отлично встает наблюдательная вышка, сейчас будет контролить. Что делает Старк? У Старка идет первая тачка, у Вайпера вроде делалась уже вторая, для у кого-то. То есть у Вайпера все довольно прикольно по экономике. Четвертый таун-центр от Старка, мне кажется, этот замок чисто, чтобы затормозить Вайпера. Но как-то дорого выходит, на мой взгляд, для тормозов-то. Будет, наверное, сейчас пытаться как-то отмыкливать пушки и чужих пушек. А, нет, не пытается. Ну и, возможно, правильно, не пытается, потому что дальность такая же, как у монахов. Есть вероятность потерять просто-напросто, потерять просто-напросто пушку. И ЛК заходит, монахи вербуют, но вербуют, конечно, недостаточно. Не зря ЛК считается анти-юнитом для монков. Здесь отлично конвертится пушка, микро. Теряет, конечно, но минус пушка есть, но теряет все. Да, Старк. Экономика одинаковая. Замок у Старка живет. Монахи у Старка живут. Но армию он все теряет. По счету Вайпер выходит немножко вперед. Три Таун-Центра у него работает. У Старка сейчас будет работать четыре Таун-Центра. Еще одна пушка конвертится. Да, еще одна пушка конвертится. Это очень больно для Вайпера. Ему просто нету волоса. Ему нужно еще апнуть стрелу. Еще нужно апнуть скирма. Продает дерево. Делает пушку. Да, все логично. Еще нужен голд на аппы в кузне и на апп тики. Будущим на алибарду. На третью стрелу. Это все требует золота. Он знает, видит, что Старок расставил аванпосты. Это очень клево. Вот этот мурт, он на самом деле не дает Вайперу лишних лазеек закомбетчить в этой игре. Поп-90 на 92. Фактически полностью идентичная популяцию игроков. Но Вайпер, конечно, теряет территорию. Без золота ему будет тяжко что-то придумать. Но, тем не менее, он придумывает. Смотрите. Уже плюс две стрелы. Плюс химия. Это значит, дамаг как с третьей стрелой. А, вот этот Монг, кстати, я его тоже не видел. Вайпер мог сейчас потерять пушку, но... Ну-ка, что же будет? Вайпер пытается, кстати, отконвертить здесь пушку обратно. Ну-ка. Надо успеть убить Монг, когда Монг погибает. Надо дальше стрелять по замку. И Старк апается в пыль. У него на четыре креста больше. Вайпер продает тонну резов. У него... У него... 500... 500 голды почти. Это вполне достаточно. Здесь, кстати, чуть не отдал пушки. Очень опасный момент. Моментик был. Отличный контролец. Смотрите, Монг вербует Монга, который собирался... Убить его пушкин и теряет, да. Конечно, один сохранённый Монг вайпером. Это плюс 100 золота. Что довольно круто. Но Старк уже, заметьте, встаёт... Да, экономика по силе примерно такая же. Но проблема в том, что она будет добывать сразу правильные ресурсы. Всё-таки на продаже ресурсов вы теряете довольно много. Здесь вайпер должен выходить, чинить. Но эту пушку опять вербует Старк. Я уверен, за второй тоже уже идёт Монг. Да, вот тот самый Монг. Но опять две пушки вайпера. Довольно близкая игра, да. Смотрите, вот вначале у Старка не пошло. Потом он сделал мув, который в 90% игр игроков может решать игры. Но вайпер всё ещё лидирует по очкам. Наплевать на импы вносить вайпера. А время теряется. Да, есть у меня тоже такая мысль, что экономика в принципе не имповская. Даже в 4 ТЦ скорее всего нету нонсдопа. Поэтому довольно хорошая идея была бы сделать больше ЛК своих скирмов, таранов и пойти просто на снос вайпера. Старк же знал, что вайпер играет в один таун-центр и он не сможет быстро намасить много имповских войск. Даже сейчас можно заметить, что из имповских апгрейдов у него только химия. Это плюс один на атаке с кирмом. Как бы третья стрела даже более классный апгрейд, а с ним с кирма не становится имбовым юником. Да, есть несколько пушек, но опять же мы можем заметить, что Старк просто на ура конвертит те самые пушки. Кончается вот камень на вычинивание этого замка. В принципе, с одной стороны, можно подумать, что Старк все делает хорошо, но мне кажется, можно было сделать еще лучше. Заметьте, вайпер собрал здесь камни на замок, вроде он его не покупал, и ставят вот здесь очень классный замок. Вот боюсь, я бы мог такой не поставить. У меня были мысли поставить замок где-то здесь и сделать трепость под него. Вот я бы в этом и вы мог бы отдать игру, а вот вайпер этого не делает. Доделывается третья стрела у него. Вот сейчас кирма, он довольно уже неплохо будет дамажить замковые войска, тем более без брони. Здесь пытался забежать в рейд, отличная реакция от вайпера. И Старк в имперской эпохе опережает вайпера на 200 очков, но тот, в свою очередь, выходит на золото, которого ему очень не хватало. А Безантия, заметьте, на апгрейды так много золота уже и не нужно, да? То есть вот этого золота вполне хватит вайперу на апгрейды, а мясом можно воевать очень, очень и очень долго. Старк, в свою очередь, делает апгрейды на монглов. Вот, смотрите, у вайпера уже полная армия состоит из мяса, да? Он, кстати, отдается, отдается пушечка, это очень плохо для вайпера. Надо делать трепп, да, он делает трепп. Вот это, кстати, наблюдательную вышку-то надо сломать, она здесь очень классно, все подсвечивает Старку, да? Смотрите, как он видит домик, наблюдательный, он видит замок, все, что под ним творится, и здесь здорово все видит. Отличный вообще обзор Старка. Просто фантастический обзор. Только не пойму, почему он здесь. А, вот это наблюдательное, смотрите, как видит. Вроде был даже апгрейд на, второй апгрейд на питательный обзор у Старка, который стоит даже золото, но вот, не пожалел на ресурсы, хотя мне обычного жалко. Так, ну и здесь будет сейчас что-то вроде трепп вара. Вот Старк опнул монглов, да? Не потратился ли он лишнего в них, потому что мясо-то все не завербуешь. Ой, здесь убивает две пики, пушка и войка. Вот интересно посмотреть, как сейчас будет играть, играть пи, потому что экономика, конечно, у Старка лучше на 10 крестов, но чем больше крестов, тем меньше влияет разница между общей популяцией. Ну-ка, ну-ка, умрет пушечка. Да, минус пушечка у Старка. Пики надо подтягивать, ни в коем случае не прозевать момент подкода. Да, здесь закрывает, смотрите, трепп, не хочет его отдавать. Пушка опять вербуется, но это не проблема, то есть... Вайпер пытался его спасти, но не получилось, что ж. Вот здесь, мне кажется, надо домиками сделать полный увол, потому что если ЛК забыли, чтобы будет очень неприятно. Здесь, смотрите, Вайпер решает принять бой или нет. Просто немножко пострелял, кстати, делает последнюю броню пиком. Вот это вот спорный момент, потому что у Алибард, в отличие от большинства других юнитов, намного важнее именно их уникальный апгрейд, который делается в бараке на Алибарду. Пика становится в разы сильнее, в частности, за счет того, что повышается их персональный бонус к атаке против конных юнитов. То есть, скажем, атака вам даст плюс одну атаку, а тот апгрейд даст вам бонус с плюс 20 до плюс 30, то есть аж плюс 10 к атаке. В общем, для пик лучше делать уникальный апгрейд, который апгрейдит пику до Алибарды. Ну, Вайпер делает и такой апгрейд, и тот, который я назвал до этого, лидирует на 300 очков, а Старк, в свою очередь, выходит в мясо, да? Вот смотрите, у Вайпера не было золота, поэтому он выходил в мясо. Но почему мясо слабее? Мясо не выходит, когда есть золото, потому что золотые юниты сильнее. Однако, видите, Вайпер вынуждает оппонента тоже делать дешевых юнитов. А экономика-то идентичная, то есть здесь уже не играет роли, у кого есть золото, у кого нет. На мой взгляд, Старк выбрал неправильное комбо уже на данную секунду. Он собрался играть с Вайпером его игру, а надо было навязывать свою. То есть делать, скажем, анагры, ересь, чтобы их нельзя было перевербовать, возможно, паладины, ну и тогда скирмы. Но он выбрал играть мясо на мясо, у него будут залежи лишнего золота, и вот эти вот даже две кучи могут ему не помочь. Давайте смотреть, как Вайпер закамбэчит. Не видно ничего у Старка. Да, Старк пытается сделать мясо, нужно делать более, менее, меньше количества юнитов, но более мощных юнитов, такие, как, скажем, анагры, паладины. Так, да, Старк все-таки, вот опять же, он прозевал момент, когда надо было в замках выносить Вайпера, вот момент, когда он разобрал монков и пришел сюда ставить замок. Вот в этот момент можно было просто уничтожить Вайпера. А сейчас смотрите, как он классно себя чувствует. У него апается баллистика, апается пулк, есть сич таран. У него больше сич таранов. У него пики, которые защитят тарана от лка. И непонятно вообще, что делать Старку. Что делать ему? Копуляция обоих 200, юнитами боюсь одинаковыми. Ресурсы для этих юнитов есть у обоих одинаковые. И у Вайпера при этом больше юнитов. Так, показывает, что Старк продал 1500 камня, но я очень сомневаюсь, что это был камень. Сюда, наверное, подходит немножечко пач, позволяющий убить на море. Дополнительные статистики. По крестам у Старка, кстати, на 30 преимущества. Вот это вот уже довольно большое, да? 30 процентов. Это уже серьезно. Посмотрим, зарешает ли это. Пока он на тысячу очков проигрывает, и сейчас он потеряет все здания, и даже эти 30 крестов не дают ему нужный инкам ресурс, чтобы построить тоненьше новое здание. И вот, заметьте, вот толк от этих монахов. Они что-то кого-то перевербовали? Что-то придумали здесь? Да нет, ровным счетом вообще ничего не сделали. За всех сил сейчас Старк старается поставить осадки, вместе с ними налепить таранов. Даже вербует таранов. Вот единственное, в чем пригодились монки, но для этого совершенно необязательно плюс 3 апгрейда, которые в сумме стоят 600 золота. Да-да-да, все 3 апгрейда ничуть ни секунды не влияют на эффективность монстров против таранов. И боюсь даже с таким манкамом ресов ничего не сможет сделать Старк. Вот сейчас вот только аппетом кавалера, да, но заметьте, у Вайперов уже пульная экономика. Он уже лепит фул аппнутых пик. Ну, то насчет фул апп. Да, для Византии фул аппнутых уже аппается. Плюс аппнулось плюс 2 броня с Герман. Скоро будет нажиматься последний апгрейд на войска Вайпера. Это плюс 4 апгрейд для эскирмов. Уже уникальный апгрейд в замке на скорость создания юнитов. Вайпер чувствует себя просто великолепно. Просто великолепно. Да, Старк добывает здесь ресурсы. Да, он контролировал карту. Да, у него есть 2 допса. Золото и дополнительный камень. Но это все еще нужно использовать. А Старк пока справляется не очень здорово с этим. Вайпер сейчас займет это золото. Скорее всего займет это. Ставит замок. Очень важный для мап-контроля. Но мне кажется, было бы еще круче поставить замок на эти вот здания. Но, видимо, Вайпер считает, что не помеху он вот эту здесь несет. Чем я, наверное, соглашусь. Что есть у Старка вообще? У Старка есть только богатый запас ресурсов. И, скажем... Скажем, минуту 2, пока у Вайпера не будет золото. А у него будет золото. Большого количества. Ну, Вайпер ведет на 3000 очков. Все-таки во время игры это довольно критично понимать. Такие игры вытаскивают тяжело. Здесь револ, с которым я не соглашусь. Надо было делать первый револ вот так вот. Здесь пытается унести релики, которые, кстати, у Старка аж 4 штук. И что тоже довольно классно для него. Ну, это сейчас все пробьется. Здесь пытается револить монастыри. Замок. Производится. Ничего не производится. Делаются пушки. Да. Опять же, вот вонах автовайпера не было. У него не было, соответственно, и золота, чтобы их производить. Вот надо было душить еще и пушками. Да, Старк испугался. Как насчет простых чемпов. Полностью согласен, что чемпы здесь были бы в тему. Да, да. ЛК тоже должны были. Ну, вот заболел вайперов тремя домиками. О чем это может говорить? О том, что он не хочет видеть ЛК в своей экономике. Ну, забеги ты под ТЦ. Хотя, с другой стороны, у него не было брони. У вайпера уже была вторая стрела. Он потерял бы много холст-поинтов. Но все же, он бы забежал в экономику. А так толку от этих ЛК, которые впоследствии слились на пиках. Даже на оливардах. Никакого смысла не получилось. Теперь Старк пытается как-то закомбетчить вот паладины. Почему тогда они делались паладины? Почему тогда не делались? Еще огромные запасы золота были бы еще бы больше. Пушки плюс паладины плюс скирмы. И все, и вайпер отлетает. Ну что ж, в принципе, в принципе, да? Вот чем ситуация Старка хуже? Фактически только количеством карты. Но если он правильно разместится, будет быстро играть, четко ставить экономику, домики и производить войска, то сего ситуация ничуть не хуже. Ну, конечно, вайпер очень клево жрет золото. Это очень, конечно, очень классно для него. Но сейчас, если очень здорово зайдут паладины, да? Которая, кстати, опять перестала лепить. Вот Старк не дюйзет ресурсы в ноли. Это просто необходимо сейчас делать. Вайпер, наверное, все-таки задавит мясом. Нужны пушки. Вот сюда вот сейчас только отбился. Все, резко выходим сюда, строим здесь тучу зданий. Вайпер, смотрите, контролит карту. Вот этот замок, он отрежет Старка вот от этого золота сразу. Вайпер не зря ест сначала фору от золота, которое есть шанс потерять. А золото, которое он уже намного меньше вероятность, что потеряет, он оставляет себе на потом. В этом тоже есть доля логики, чтобы не было дисбаланса по ресам, хотя его у него не будет. Вот этих крестов можно смело брать, везти сюда. Да, вот он именно так и делает, как я только что сказал. Довольно забавно. Тут можно даже вторую поставить шахту. Не успевает вайпер забрать отсюда войска, что вполне нормально. И вайпер, в свою очередь, делает элитного катафракта. Я не видел сделанный уникальный апгрейд Византии на то, чтобы катафракты били соседних юнитов. Но то, что вайпер выходит в элитного катафракта, говорит о том, что он уже считает, что он стопроцентный выиграл. Ну что ж, вполне возможно, что это именно так. Но посмотрим, как сейчас зайдут паладины от Старка. Он выходит сюда. Сейчас пойдут тараны. Паладины будут их прикрывать. Катафракты слабее, чем паладина в таком количестве. Все-таки, чтобы мы там не тестили, катафракты сильнее палов при трейде, при нон-стопе. Здесь идет, соответственно, отбивать вот это золото. Мы здесь уже готовы катафракты. Это чисто слив этих скирмов. Но он сможет увидеть, что у вайпера уже приличное количество катафрактов. Делает он последний апгрейд именно броню. Старк пытался сбежать, когда забегал. Старк увидел, как вайпер сразу застраивается. Поэтому убежал. Да, Ваня, я только что об этом сказал. Об этом сказал, что вот здесь-то была дырка. Я еще сказал, что было бы неплохо здесь заволить. Вайпера заволил только здесь. То есть побеги вайпер Старк под ТЦ, он спокойно бы попал в экономику. Так, ну здесь большая пачка катафрактов. Здесь скирмы разобраны. Золото отбивается. Старк, куда это идут все эти виллы? А, ставит замок, очень хочет вот это золото, в котором... Смотрите, как классно, да, вайпер сделал? Он добыл первым делом не это золото, а это. И в нем, в принципе, голды-то не так много. Там всего лишь было 2000, что всего лишь там, скажем, 10 паладинов. Но это тоже решает. Конечно, больше 10 паладинов, это немножечко преувеличено, но тем не менее. Заметьте, чем дольше затягивается игра, тем меньше... Тем меньше имеет значение отрыв в одну-2000 очков вайпера. Как я и говорил, у Старка огромные запасы золота. Вот это вот, конечно, особенность карты очень клевая, ему сейчас помогает. Но она скоро перестанет помогать, хотя в данную секунду, конечно, популяция у вайпера аж на 30 юнитов меньше, чем Старка. И по-прежнему эта разница заключается в 30 крючках. И, знаете, сейчас даже... Сейчас даже можно сказать, что у Старка ситуация более... Более хорошая, но, повторюсь, неприятная. Все-таки у вайпера ситуация намного комфортнее. Ну, выиграть будет не так просто. Старк продолжает это демонстрировать. Мне кажется, пока есть ресурсы. Старку необходимо отнуть алебарду, потому что она впоследствии и в любом случае понадобится. Вот эти вот палы бегут на рейд. Кстати, если они начнут с голда, будет довольно правильно, здорово. Вот здесь вот бой мне не нравится, который принимает Старк, потому что... Потому что у вайкера микс, опять же, с алебардами, да? То есть паладины получают очень-очень-очень-очень много лишнего дамага от алебарды, да? То есть их было больше, чем катафракты. Значит, голда в этом бою у Старка была больше. Но при этом Старк фактически не выиграл. То есть и катафракты, и паладины умерли. То есть он потерял просто больше золота в этом бою. Да, как я сказал, он сейчас апгрейдит алебарды. Вот эти вот, смотрите, полностью живые палы. Просто вайпер отлично реагирует. В итоге рейд не забегает. Эти паладины опять-таки отдаются ни на чём. На стрелы, на пику, на какого-то катафракта. И считайте, вот сейчас Старк потерял почти ту тысячу золота, за которую очень сильно бился здесь. Кстати, заметьте, как быстро он добыл её. Вообще моментально просто. Хоть в кучах было немного золота, но он добыл здесь фактически ту самую тысячу золота. Здесь все ресы съедены. Всё, большенька моих золота не будет. Давайте посмотрим на цену ресурсов на рынке. Она полностью, все ресурсы проданы. По 17 уже цена ресов. Старк продаёт по 17 всю еду. Старк нерешительный. Старк какой-то потный. До него бы какие-то дико потные. Релики у кого? Вот у Старка. 1, 2. Два релика у Старка всего. Значит, Вайпер стащил остальные. Вайпера 2 релика. Ну, то, может, у Старка их всё-таки 3. Давайте искать ещё один реликт. Он явно ни у кого не собран. Вот у Старка лишние 30 виллов. Но давайте посмотрим. Айдол 24 креста. Это как раз те самые 30 крестов. Но у Вайпера, в свою очередь, Айдол тоже 20 крестов, что довольно много. Им нужно обоим необходимо фиксить. Вот этих палок интересно сконтролировать. Старк, мне кажется, нет. Сейчас в пике просто на халяву заберут 6 паладинов. Вайпер по крестам. Да, он всю игру проигрывает по крестам. Вообще всю игру. То есть он их фактически не достраивает. И, может быть, правильно делает. Для мяса такое количество крестов не нужно. Другое дело, что Старк сейчас продаёт просто дичайшее количество ресурсов. Именно вот за счёт тех самых 30 крестов. Да, у Вайпера только что он положил, видно, третий релик. Вот сюда вот, да, вот он идёт, монах. Три релика у Вайпера на два у Старка. По армии. Вот видите, да, популяция 200. У Старка на 30 крестов больше, а у Вайпера армия на 30 больше. И сейчас вот, кстати, в частности из-за того, что у Старка нету пик, он, скорее всего, проиграет этот бой. Нельзя его принимать. Надо сохранять паладинов. Я, конечно, понимаю, с какой целью он воюет. Он отвлекает армию Вайпера от Замка, но на самом деле он здесь просто невероятным образом сейчас сливается. Да, даёт всю свою золотую армию. У Вайпера сохраняется куча катафрактов. Не думаю, что это паладин Вайпера. Это, скорее всего, перегурбованный паладин. Но суть в том, что Старок слил всю армию. Золота у него по-прежнему нету. Алибарда у него по-прежнему... А, нет, уже апнута, но нету, кстати, последней брони, которая делается. И у Вайпера огромное количество... Ну, в сравнении со Старком золотой армии, которая сейчас будет решать. Которую будет решать. Вот если бы здесь Старк бы отступил, и Замок бы был продамажен совсем на чуть-чуть меньше. Зато у Старка было бы лишние 30 паладинов. На мой взгляд, это ничуть не плохой бонус в данной ситуации. Иметь лишние 30 паладинов. А вот уже когда будут пики, надо будет просто выжидать хорошего момента, когда Вайпер собьёт свои пики. И тогда напасть этими палами. Тем не менее, популяция у обоих игроков 200, но у Старка армия намного-намного меньше. И по реликам он проигрывает, по запасам ресурсов он проигрывает. Тяжелая очень ситуация у Старка. Сейчас Вайпер будет принимать уже агрессивный бой под своими три бучетами, ломающими Замок. Замок на 8 хп, конечно, византийцы. Очень клёвая цивилизация в этом плане. Опять же, вот смотрите, Сарацин как простынки. Здесь будет в разы сильнее. Что написал? Что написал Старк? Это проблема. Написал Старк, гг. Возвращаемся на берем. Во всяком. Опять омар. Надо. Разр Point. Ра. Ну, спас. Перемен. Перемен. Переменет. Переменетов.